Задача у нас была наладить общекомандную игру в обороне, потому что за атаку, если не спокойствие, то пока у нас ровное отношение к нашим атакующим действиям. Забиваем практически в каждом матче. Уже 13 проведенных только в двух не забили. И по два мяча на выезде забиваем. Но, к сожалению, удержать победный счет уже во второй игре на выезде не получается. Не получается. Здесь, наверное, есть ряд причин, с которыми нам нужно разбираться. Потому что, еще раз говорю, два забивать и упускать победу, причем в очередной раз время близкое к окончанию, это неправильно. На ваш взгляд, это просто ребята победу почувствовали? Да нет, достаточно опытных футболистов и в линии обороны. Просто некачественный вынос. А потом я даже не могу объяснить, что произошло, как мяч отскочил к игроку, который беспрепятственно, без блокировки этого удара смог нанести. В первом тайме голов не было? Вы не так в команду, там, галибой фиере или с чем это связано? Ну, я думаю, это связано с тем, что даже вот пройдясь по такому полю, я почувствовал нагрузку на опорно-двигательный аппарат, на собственный, а уж ребятам 90 минут. Большие границы поля и очень специфическое покрытие. Я думаю, что это было связано с усталостью. У вас, Александр, это очень здорово по игру вошел. Это была, скажем так, плановая замена? Да, да. Мы его используем, оказывая давление на игроков обороны соперника во втором тайме. Ну, Нижнекамск уже показался очень крепким орешком. А у вас, в чем сильный тихий? Ну, во-первых, эффект дебютанта. У ребят большое желание проявить себя, как мне кажется, по причинам, проявить себя на уровне ФНЛ. Во-вторых, ну, я думаю, что это работа тренерского штаба, сплоченный коллектив. То есть, они бьются. Не скажу, что я увидел много изысков в игре «Нефтехимика», но они бьются за каждый мяч и, наверное, отсюда пока им удача сопутствует. Пока говорю, что, ну, все в футболе бывает, а не потому, что не желаю «Нефтехимика» ни удачи. Ну, вы сказали, да, упустили победу. Вообще, как психологическое состояние у вас сейчас? Тяжелое разберемки или как собираетесь? Ну, разберемся. Разберемся. Долго переживать не получится, хотя, конечно, еще раз говорю, мы упустили победу. Ну, такие игры у нас бывают. Где-то мы упускаем победу, где-то нам приходится отыгрываться. Ну, соперник очень такой опытный, матерый, так скажем, за любые ошибки наказывает. Вот в концовочке они нас простили, когда третий гол нам могли забить, они там в контратаке. Мы этим воспользовались. Вот приходится так вот завоевывать каждое очко в ФНЛ. Легких игр не бывает, все соперники тяжелые. И мы все еще набираемся опыта, пока на своих ошибках в участии. Вы просто отсутствие Макарова сегодня. Всех беспокоило, чувствовалось, не хватало? Ну, конечно. Во-первых, ребятам было тяжело, я имею в виду молодым, которые выходят. Все-таки Денис застолбил у собой это место. Им приходится выходить на замену, и поэтому попасть в этот ритм тяжело. Но я считаю, что они сегодня справились. Может быть, остроты в атаке не было, но все, что нужно, выполняли. Перестраивались, боролись. Я думаю, что это пойдет им на пользу, этот опыт. Постараемся, чтобы Макаров больше не дисклифицировался. Но, видите, у него там все равно нет-нет, желтый карточек появляется. Поэтому у них еще будут шансы проявить себя. Я думаю, что сегодня они выступили неплохо. Первый раз вышел у нас воспитник Казанского Рубина и сыграл на двух позициях. Вот так постепенно опыт и приобретается в возрастных командах молодыми ребятами. Юрий Маркович, когда на матч ехал, я думал, что два выйдет в старте, два молодых футболиста. Какой вариант рассчитывался, чтобы во втором тайме уже играли опытные ребята? Ну нет, очень опасно так выходить, потому что если один какой-то футболист не попадет в игру или травмируется, то еще третьего надо выпускать будет. Нет, мы не рассматривали. У нас довольно такой сыгранный костяк. Заменили только одну позицию Макарова. На одной позиции сыграли два футболиста. В конце пришлось шашки на голову отыгрываться. Но в этот раз удалось. Я считаю, что неплохо, очень хорошо вышли игроки на замену. Помогли нам движением, борьбой. За счет этого, я думаю, мы подкараулили этот момент. И я считаю, что очко на пользу. Конечно, хочется все время выигрывать, подниматься в таблицу повыше, но надо реально смотреть. В этой игре нам одно очко – это удачный результат. Про Багира Довлатова хотел спросить, как он себя чувствует вообще. Да, он получил травму еще перед первой игрой, которую мы здесь должны были играть с Рубином с того времени. У него сейчас заканчивается реабилитация. Я думаю, что в сентябре он приступит в общей группе работать. Надеюсь, что до конца чемпионата он свою пользу нам принесет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова